Указом президента Российской Федерации 25 ноября генерал-майор полиции Щеглов Александр Николаевич назначен начальником главного управления МВД по Пермскому краю. Службу в системе МВД он начинал участковым инспектором милиции в Новгородской области. В этом же регионе в течение длительного времени работал в подразделении собственной безопасности, проявил себя ответственным принципиальным сотрудником, на протяжении ряда лет возглавлял районный отдел внутренних дел, занимал различные руководящие должности на региональном уровне, в том числе курировал деятельность всего оперативного блока. С 2017 года был начальником управления МВД России по Забайкальскому краю. Регион сложный и в географическом плане, и в климатическом, и в экономическом плане. Думаю, что работа в этих условиях стала важным этапом на пути профессионального роста. Теперь Александр Николаевич предстоит решать задачи по обеспечению законности и правопорядка в Пермском крае. Уверен, что его практический опыт и организаторские способности будут востребованы в полной мере. Должен сказать, что сегодня ситуация в регионе стабильная. Личным составом многое делается для повышения уровня общественной безопасности, защиты граждан от противоправных посягательств. В текущем году общее количество преступлений в крае сократилось на 10%. Меньше стало фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, в том числе квартирных. Снизилось число противоправных деяний, совершенных ранее судимыми лицами, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения и наркотического опьянения. Отрадно, что сократилась криминальная активность со стороны несовершеннолетних. Во многом это результат профилактических мер, реализованных в взаимодействии с коллегами заинтересованных органов и администрации края. Немаловажная роль отводится мероприятиям правоохранительной направленности в рамках государственных программ. В субъекте они финансируются по достаточно широкому спектру позиций. Вместе с тем, несмотря на положительную динамику, в целом по ряду ключевых направлений оперативно-служебной деятельности надо наращивать усилия. Прежде всего, речь идет об активизации работы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе прошлых лет. Нужно еще раз детально проанализировать материалы уголовных дел, запланировать дополнительные мероприятия. Системно следует подходить к документированию противоправных деяний, совершенных в составе организованных групп или сообществ. Кроме того, необходимо более эффективно противодействовать IT-преступности. С каждым днем появляются все новые способы совершения киберкраш и кибермошенничества, о чем недавно говорилось на оперативном совещании постоянных членов Совета безопасности. Это требует от нас быстрого, адекватного реагирования, постоянного повышения квалификации сотрудников профильных подразделений. Необходимо приложить максимум усилий для реализации решения Совета безопасности по данному вопросу. На повестке дня остается вопрос обеспечения экономической безопасности региона, имея в виду в том числе пресечения преступлений, совершенных в области лесозаготовок и оборонно-промышленном комплексе, а также связанных с финансово-кредитной сферой. В поле зрения должны находиться вопросы безопасности дорожного движения, оказания государственных услуг, соблюдения учетно-регистрационной дисциплины. Не буду останавливаться на них подробно, Александр Николаевич, как опытный руководитель, прекрасно это все понимает. Сейчас на сотрудников полиции возложены дополнительные обязанности. Они связаны с реализацией мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Все мероприятия по решению этой задачи, включая и профилактику заболеваемости среди личного состава, прошу держать на особом контроле. Особое внимание уделять организации качеству предоставления государственных услуг. Именно это в основном является тем критерием, с которым подходят к деятельности органов внутренних дел наше население. И потому, как качественно мы эти услуги организуем, а оказание этих услуг, насколько качественно, настолько качественно нам будет даваться оценка со стороны населения, со стороны граждан региона. Это касается любых подразделений, иммиграционных и МРЭО, любых. Часы ожидания в очереди, они только убавляют и снижают ту оценку граждан в целом органам правопорядка. Рассчитываю, что Александр Николаевич быстро войдет в курс дела и при поддержке своих заместителей, веренного коллектива, со стороны руководителей других служб правоохранительной направленности, обеспечит правопорядок в регионе на должном уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...